Единственное, что их должно было быть два, но мы разнесли, чтобы вам не создавать неудобство. Там есть арматура. Реально, у нас уже были здесь такие прецеденты. И тогда, если мы сделаем отверстие не в том месте, вам все равно придется делать отверстие в нужном. Я не знаю, где у человека будет мурка. Вызывает ощущение, как будто это какой-то колхоз. И получается, что здесь они просто не попали в дырку. В дырку в мурабай, по-другому это не назвать. Ну это говорит уже о качестве. Конечно, да, как в песеннике. Значит, я вот смотрю на это убожество. Мне это по-другому, честно говоря, не назвать. Вот, они ее зачеканили, вот видно цементами. Вот он вываливается. После первой приемки с нами никто не связывался. Я сама звонила застройщику. Если что-то сделали, то мы этого не видим и не знаем. И вот все вот так хлюпает. Грозится подписать акт приемки в одностороннем порядке. Друзья, добрый день. Я Андрей Артепов. Сейчас мы с вами находимся в одном из самых дорогих объектов на территории Санкт-Петербурга. Жилой комплекс «Балконский» от RBI. У нас сегодня приемка квартиры с экспертом. Пойдем все посмотрим. Входные группы, дворовое пространство. Кто-то уже утеплитель демонтировал. Слушайте, двор неплохо, но внутри, конечно, электрощитовая. Это у нас вход в паркинге. Молодцы, что вот это здание сделали таким красивым, что внешний вид у него приличный. Трава нормальная. Ящики почтовые. Слушайте, красота. Обратите внимание, какой здесь шикарный тамбур. Лестничный марш. Смотришь, так все круто. Берешь вот так только граждающую конструкцию. И вот все вот так хлюпает. Ну, конечно, вот это могли бы эти трубы как-то, не знаю, покрасивее сделать для системы отопления, потому что смотрится на этот трындец. А здесь все хорошо, смотрите, красиво. Сделан лестничный марш. Кое-где здесь уже ржавчина пошла. Здесь такие колоски, подсветка, штукатурка декоративная. Слушайте, смотрится дорого-богато. Это твоя будущая ванна. Здесь скоро будет плитка, и ты будешь плескаться и мыться. А ванна, кстати, большая, наверное, тут метров пять квадратных. А родители твои жалуются вот на эту штуку. Смотри, какая гадкая труба, как ее сделали. Видишь, все будет литься и может пролиться мимо. Ты же не хочешь, чтобы тебе, когда ты будешь мыться в ванне, чтобы тебе нагло что-то полилось. Перед покупкой квартиры мы были на разных объектах RBI. И первый раз мы видим такие стены. Заштукатуренные непонятно чем. Тремя разными разговорами. То есть в других объектах такого не было? Не было такого. Было все идеально ровно, чисто, гладко. Можно было прислоняться к этой стене и не бояться, что ты испачкаешься. Были идеальные откосы и проемы. Но то, что здесь видим мы, это не элитное жилье. Это только у вас квартиры, так повезло, или у соседей есть? Мы не были у соседей. А чат уже есть какой-то? Состоите в чате дома? В чате состоим. Ну, еще люди неактивно себя ведут. Мало делятся какой-то информацией. Вот про стяжки только делились. Ну, то, что говорили, наступаешь на угол, она лопается. Да, да, да. Что со стяжками проблемы. Не знаю, сложно сказать. Да, я понимаю, что у вас эпопея-то надолго. Вот вы первый раз принимали ***, сказали. Да. Из всего перечня недостатков они что-то устранили? Сразу же пришел человек, устранил на входной двери. И, ну, ленту изоляционную. Все. И все, больше ничего не сделали? Да, больше ничего не сделано. Был целый список. Ну, то есть, если что-то сделали, то мы этого не видим и не знаем. Вот мы пришли, через какое-то время пришли представители, застройщики. У них там RBI, так сзади написано. Тут поговорили много и потом пропали. Вы считаете, это нормальная приемка, вот так, сдача квартиры? Нет. Как вы полагаете, должна проходить сдача квартиры? Что должен быть представитель, который запишет наши замечания для устранения. Мы обсудим дальнейший план действий, срок устранения этих замечаний. И потом с нами свяжется. После первой приемки с нами никто не связывался. Я сама звонила застройщику, договаривалась на сегодняшнее число повторной приемки. И при этом представитель, скажем так, ну не угрожает, грозится подписать акт приемки в одностороннем порядке, ссылаясь на закон Мишустина. Красавцы, нет слов. Я считаю, что все наши замечания, они абсолютно неуместны, что объект дан, что не подразумевает никаких дополнительных расходов по устранению недочетов. Бюджет не заложен. Да, бюджет не заложен, бюджет закрыт, поэтому все. То есть вы пойдете до конца будете бороться, отстаивать свою квартиру, чтобы вам дали в соответствии. Да, мы сделаем все возможное, чтобы получить желаемый результат, хоть какой-то приближенный к этому. Я понимаю, на что-то можно закрыть глаза, а на что-то нет? Да. На что вы не закроете глаза? Ну, фановые трубы канализационные, это то, на что мы не соглашаемся. Все остальное мы считаем устранима, так или иначе обсуждаема, решаема. Но фановая труба, которую мы не можем изменить в одностороннем порядке без участия застройщика, мы на нее не согласимся. Мы с вами находимся в двухкомнатной квартире. Если однушка стоит от 22 миллионов рублей, я даже боюсь называть эти цифры. Друзья, я не эксперт, не суперспециалист. Я сейчас вам скажу свое мнение по этой квартире. Все, что я увижу, что лично мне не понравится. Ну, а вы, соответственно, делайте свои выводы. Входная дверь. Все классно, у меня вообще вопросов к этому нет. Первый нюанс, что я вижу, я вот здесь вижу трещину. Вот эту. Вот это у нас перемычка бетонная. Полагаю, ее делает сам застройщик. Делал, когда возводил этот дом. И вот здесь, чтобы она не рухнула, вот они влепили кусок металла. То есть приварили, я не знаю, как это делается. Но вот трещину вы видите, да? Я понимаю, что когда я заштукатурю, если это сделано не очень качественно от застройщика, то, соответственно, у меня на штукатурке будет трещина. Правильно? Да. Потом, смотрите, вот перемещаемся, вот смотрим звонки, и вот три датчика стоят, да? Вот здесь гофры и три датчика. Вот я здесь смотрю блоки. Вот у меня такое ощущение, что сверху, это они, знаете, потом просто вы их туда засунули. Снизу вижу цемент, сверху цемент, а вот сбоку цемента нет. Это вопрос к звукоизоляции и крепости, соответственно, этой стены возникает. Ну, вот у меня ничего. Ну, это понятно, вы потом будете крепить эту панель. Бас-Айпи можно подключить к телефону, но скажу, что у них приложение достаточно криво работает. Вот у меня тоже Бас-Айпи стоит, ну, такое кривоватое. Но со мной все хорошо, в принципе. Это у нас санузел. Непонятно, что у меня, например, вот за вот этой стеной, потому что, если смотрите на эту стену, то она, знаете, такое ощущение, что как будто там то ли бетон идет, то ли там что-то. То ли как будто там утеплитель, может, они положили. Я не понимаю, почему она не в ровне с той стеной. Либо там, может быть, проходит коммуникация, да, возможно, из-за этого. Значит, здесь. Ну, вот смотрите, вот поэтому я вижу, что здесь стекло, уже что-то. Я не знаю, они это переделали или нет, но я бы попросил, например. Ну, вот это, в принципе, не принципиально, потому что все равно зашьете. Ну, ржавчина видна, вот эти потеки видны. Ну, здесь была лужа. Здесь была лужа, значит, что-то шло. Значит, вот сюда будет подключаться слив, соответственно, сантехники. И, в принципе, он стоит достаточно высоко. Я не знаю, какой там норматив, какое расстояние должно быть, но чем вот он ниже, тем, соответственно, лучше. Потому что, к примеру, унитаз можно поставить прямо здесь, а можно его поставить, например, прямо вот здесь. И, соответственно, в зависимости от того, где вы его поставите, должна быть уклонка. И, соответственно, чем ниже унитаз, чем ниже вот этот тройник, тем, соответственно, можно в любом месте разместить унитаз, как он там дизайнер, к примеру, в проекте сделает, или вы там сами нарисуете. Потому что, если, к примеру, вот она как здесь высоко, чтобы пошла уклонка, там что-то 3 см на метр, если я не ошибаюсь, то, может быть, унитаз будет на таком уровне, что сыну придется точно подкладывать ему стульчик, чтобы он там нормально смог сесть. Канализационная труба такая же, как во всех домах, и любого эконом-комфорта, всего остального качества. Счетчики обычные. Почему-то здесь, знаете, обычно делают проекты, что показания передаются автоматически. Могли бы это сделать, но я не понимаю, почему. Но это уже ладно, проект. Теплоизоляция, тепло-шумоизоляция. Во-первых, сюда дополнительно самим придется поставить. Это как рекомендация, так как у вас второй этаж. Вот здесь, видите, она до конца не доходит. Она должна доходить до конца. То есть они здесь кусочек почему-то не приделали. Гидроизоляция видна. Дальше у меня вопрос к монолитным стенам. Вот я смотрю на эту стену, то есть ее просто, знаете, скажем, немножечко подштукатурили, замылили свои косяки обычной гипсовой штукатуркой. Это санузел. Здесь влага может быть. И обычно это делается цементной штукатуркой. Это ладно, плитку приклеить, не отвалится. Но само качество вот этого всего, то есть вот эти бугры, это говорит о том, что либо толстый слой наносили, либо, соответственно, не соблюдали пропорции воды и самой, соответственно, смеси. Вот здесь тоже, да, вот это вентиляция. Так как у вас, соответственно, первое, я понимаю, там коммерция внизу, и вентиляция вот сверху идет, такое вот оно, вентиляция, а эта вентиляция идет на кухню. Мы будем идти слева направо, и вот это у нас кухня. Если вот я смотрю сюда, то я здесь вижу, вот у вас второй этаж. Здесь должна быть еще нулевая просто опалубка, и вот таких выемок, которые они позакрывали цементом, ну, их вот просто не должно быть. Это уже говорит о качестве, соответственно, выполненных бетонных работах. Да, дальше, кстати, вот то, что вы правильно тогда отметили, вот смотрите, друзья, у нас получается санузел, вот канализационная труба, вот у нас трубы для подачи воды. То есть у нас стояк, он один на санузел и на кухню. Это бетон 20 сантиметров, и здесь нет никаких технологических отверстий. Я не знаю, есть норматив или нет, вот если есть, дайте знать, напишите. Ну, считаю, что должно быть застройщик отверстия, а не то, что вы ищете кого-то, вот мое личное мнение, такое не знаю, как у вас, чтобы это пробурили. Так, это кухня получается, да? И здесь на кухне по проекту вообще должны быть выходы под холодную, горячую воду канализацию здесь или нет? Ну, если прокурорщики не нарисовали... Ну, вот у вас проект же есть с собой, этой квартиры? Ну, вот на той стене ее нет, на той стене есть только вентиляционный отверстий. А на этой тоже может не быть, я не могу сейчас сказать точку, надо посмотреть. Посмотрите, раз проект есть. Хорошо, я это все понял. Вот у меня сразу вопрос. То есть люди должны заказать, специалисты, которые придет и начнут бурить монолитное ребро. До 100 миллиметров на стене разрешено бурить. Хорошо, до 100 миллиметров. То есть у нас цена сколько здесь? А здесь не играет роли, толщина. Почему не играет? Вы говорите 100 миллиметров, но это половина. Я имею в виду до 100 миллиметров диаметра. А, диаметра. Да. То есть здесь вопрос, понимаете, то же самое вот на той стене я говорил. Я понимаю, что пробурят, но они пробурят вместе с арматурой. Вы поймите, что есть дизайнер, который вам определит, предложит какие-то варианты. Мы сейчас не говорим про дизайнера, сейчас говорим о приемке квартиры. Я вам к этому веду разговор, что и в результате решения дизайнера у вас прибор может сместиться. И тогда, если мы сделаем отверстие не в том месте, вам все равно придется делать отверстие в нужном вам месте. Согласны? Нет, не согласен с вами. Тогда вы просто пробьете стенку понизу. Ну, я так понимаю, что все вот эти отверстия технологические, они делают в соответствии с каким-то нормативом. Нет. То есть нет норматива. То есть я могу ее в потолке сделать, могу ее в потолке сделать. А вы можете сказать, какая будет компоновка для кухни сейчас? Конечно, нет. Вот она, вторая отверстия. Тоже вентиляционная отверстия. Это вентиляционная. Конечно. Все. Нет отверстий. Не потому, что мы специалисты. То, что он говорит, но реально. У нас уже были здесь такие прецеденты. Я не слышал, что я... Собственники, да. Да поймите, да. То есть я себя знал. Мы не вопрос. Мы можем пробурить. Я себя знал, где он, можно сказать. Хорошо, что все остальное. Оно можно сместиться. Право, лево, вверх, вниз. Там же еще и угол надо все плюсти. Потому что когда закладывают арматуру, то там есть карта арматуры, то есть вы, получается, все просверлите, а они потом придут и скажут, с какого вы просверлили, вы там нарушили целостность несущей стены, скажу же вам правильно, могу так сказать. Поэтому я считаю, что это сделать должен застройщик. Вот надо смотреть нормативы. Это как раз вопрос к эксперту, который приходил, и, соответственно, вопрос уже к юристу, когда они не согласятся что-то делать, то нужно понимать, будет идти в суд, либо принимать как есть, плюнуть на них и делать ремонт. Здесь, соответственно, у нас выводов никаких нет, есть только розеточная группа под плиту, под духовку и стоит вентиляция. Ну, слушай, у тебя держится, да, крепкий листок. Ну, для измерения и установления точного движения, надо прибором. Да, надо прибором. Ну, вентиляцию проверяли листком, потому что с собой пришли смотреть канализацию, поэтому эксперт никакого инструмента не брал. Здесь, если обратить внимание на стену, то видно, что вот они специальной машинкой подчищали все. Если вот здесь обратить внимание тоже на угол, то здесь вот видно, что, знаете, вот, ну, когда выливают просто бетон, обычно стараются, когда квартиры дорогущие, все вылизывают. А здесь так ощущение, что, ну, знаете, они так тяп-ляп сделали, потому что потом это придется выштукатуривать, чтобы у вас был нормальный, там, угол по 90 градусов, либо там его, там, будете сглаживать, ну, как у вас там будет, я не знаю. Ну, это закладная какая-то, та палубки осталась, ну, обычно это, ну, по-нормальному вытащить, ну, я, в принципе, ничего критичного в этом не вижу, то есть они вот у них здесь по этой высоте, вот здесь, по всей, по крайней мере, кухне. Дальше я обратил здесь внимание, когда вот бегло осматривал, во-первых, плюс для меня, что окна установлены на специальные направляющие, то есть их не сверлили, а через специальные крепления поставлены, причем очень часто поставлены, то есть окна держатся крепко, но их нужно настроить. Хорошие, дорогие окна, но при этом, вот, слышите звук? То есть мне, чтобы закрыть до конца, нужно приложить достаточно такое хорошее усилие, вы, может быть, даже до конца не сможете закрыть, но нужно их настраивать. Потом здесь я вижу, вот она, пароизоляция, вот здесь я вижу, сейчас камеру покажешь, да, вот видно, отверстие, то есть вот она растрескалась, потому что они сразу толстый слой сюда влепили. Потом у меня вопрос вот к этой трещине. Нормально это, ненормально? Такое ощущение, что это они вот реально потом просто ставили. Как это они все делали? Почему они просчитались, пролили? Ну, вот тоже вопросы возникают. Этот клиент не отдаливаться отдельно от этой стороны. Соответственно, у него вот там есть арматура, но просто здесь, по карампесе, появился этот клиент. Вот и все, да, давайте. Так, а по трещине что предлагаете? Просто цементом замазать? Ну, не цементом замазать, все равно будет, здесь же будет шуготовиться, стена, она будет все равно шуготовиться по сетке. Это неразвивающее, закрещено, поэтому не вижу необходимости ее заделать. Открываем окно. Звукоизоляции нет, вот здесь видно отверстие, герметиком не прошлись, влага будет попадать, там пена, ничего хорошего не будет. С этой стороны мы видим точно такую же картину. Ну, и здесь, конечно, есть огрехи по фасаду. Второй этаж не первый, уже не так видно, и можно где-то, наверное, сделать немножечко не так. Потом я вот обращаю внимание вот на эту стену, да, вот здесь просто, знаете, то ли что-то выдалбывали, то ли снимали, вырвали просто с опалубкой. То есть по-нормальному должны были выровнять это так же цементным составом, как сделали до этого. Ну, вот качество, да, вот, например, вот эти надписи тоже наскальные, ну, вот обычно все это зашлифовывают. Я вот был на стройке Юит, там реально такая красота, то есть вот у них ходят там парараб, там этих иностранных специалистов, и вот все у них четко. Здесь вот, вот меня привели бы сюда с закрытыми глазами, я бы сказал бы, что это какой-то канун где-то в области и, скорее всего, заброшенное что-то. Ну, как-то от РБА, честно говоря, в таком месте, но ожидаешь совсем другого качества. Но могу отметить плюс, что вот разный материал, соответственно, у него плотность разная, технические характеристики разного бетона и блока, ну, вот здесь нет трещин, потому что бывает очень часто, что там трендец, он там еле держится. Ну, если посмотреть вот сюда наверх, обратите внимание, стену, она самонесущая стена, то есть она нагрузки никакой не испытывает, только под своим весом. Соответственно, первое, что я вижу, вот он, видите, стык вот в самом верху, и вот видно, что вот они бетоном зачеканили, я не знаю, там должна быть диафрагмационная лента такая белая, специальная, забыка называется. Вот они ее зачеканили, вот видно цементами, вот он вываливается, это уже говорит о качестве, то есть так не должно быть. То есть, понятно, вы можете это все исправить, но это будут у вас дополнительные деньги к смете. При стоимости высокой квартиры, я считаю, что, ну, так не должно быть. Дальше, если смотреть на саму стену, то есть вроде вот мы проверяли, стучали, сын колотил киянку, все крепко. Вот я вот смотрю на стыки, здесь он такой, здесь такое расстояние, то есть вот как было, они так, в принципе, и ложили. Потом вот этот блок, я не понимаю, вот здесь, видите, здесь есть цемент. То есть есть блоки, где, например, вот в эти стыки не нужно класть цемент, то есть он кладется только по плоскости. То есть здесь есть, здесь есть, тут нет, тут нет, зачем-то они взяли это сверху, подзамазали, то есть, ну, как-то непонятно. Вот здесь тоже, видите, что-то у них... А, здесь хотя бы сетка, кстати, видно, сетку прокладывают, молодцы. Выходим. Это у нас прихожая, получается, раз комната, два комната, хорошая планировка, еще у нас два санузла, можно еще и сделать гардеробную. Значит, я вот смотрю вот на это убожество, мне это по-другому, честно говоря, не назвать. Они все взяли, закрыли. Вот я, если не ошибаюсь, то вот это все должно быть закрыто цементом, но не обычной гипсовой штукатуркой. Открываем. Здесь стоят счетчики. Вот здесь сразу видно, да, вот как они это все ляпали, один за раствором, второй, третий. То есть вот, вот сами смотрите, вот это гипсовая штукатурка, вот это они клей какой-то брали, это цемент, то есть поклеили, вот это цвет обычного клея, плиточного. То есть вот что было мазали, и при этом, вот если посмотреть, смотрите, как они это все намазали. Ну, блин, не знаю, у меня аж сердце кровью обливается, думаю, господи, с такие деньги сделаны просто, какие-то двоечники были. Здесь вы сказали, что в прошлый раз они ошиблись, и у RBI почему-то не смогли исправить, напечатать это. То есть у них то ли принтер, то ли картридж закончился, не знаю, что случилось. Вот они написали от руки номер один, ванна номер два, что написали вообще, непонятно. Ну, спасибо, что есть дополнительная секция, может быть, там даже какая-нибудь розетка есть. И сам щиток, что мне нравится, он большой, пластиковый, смотрится нормально, и такой, знаете, стопаем в стену, то есть не как обычно это бывает, что он вот так торчит и занимает огромное количество места. Так, идемте в соседнюю комнату. Здесь у нас сантиметров, наверное, 30, мне кажется. 30. На взгляд, 30, да? Это комната, два окна. Сейчас вот начнем смотреть. Ну, вот здесь тоже видно, да, вот, получается, вот опалубка была, вот, соединение было опалубки вот здесь, то есть они позаливали бетон, ну, вот видно, что какое качество у застройщика, что пришлось все вот так закрывать. Что-то написано, маста, масть, угол. Вот здесь, если обратить внимание, посмотрите, то вот видно, что вот плоскость здесь одна, а здесь совсем другая. То есть они вот стесывали это специально, тут доштукатуривали, потому что, похоже, знаете, это вот туда ушло. Ну, вот как-то по мне это не должно быть так. То есть я бы хотел, чтобы прийти, вот у меня должна быть вот такая нормальная, гладкая бетонная стенка. И вот, кстати, вот видите, вот они, везде закладные остались. Да. Вот оно от опалубки, они зачеканили, причем как хорошо зачеканили отверстия. А здесь, видно, то ли она насквозь, она идет, не знаю. Розетки, розетки проверяли, все работает, и электричество есть. Ну, вот хоть в этом плюс. На потолок, если обратить внимание, то тоже видно, что там такой местами так себе. Вот эти темные следы, это как раз они, так называемые, бороды спиливали. Видно там какие-то, может быть, там глубже бетон был, а его так подзамазали. Распаячная коробка сверху дополнительно. То есть если нужно что-то провести, там можно подключиться и сделать разводку, если понадобится. Ну, в принципе, здесь я считаю, это раз розетка, два розетка. Ну, вот это, под нашу, вот это советское радио, это, конечно, считаю, так себе. И вот на глаз у меня нет ничего с собой. У меня такое ощущение, что вот стенка идет, а это вот туда пошло, на угол, да? Есть такое у вас? Да, аналогично, да. Значит, ну, вот здесь тоже, да, вот я не знаю, на камеру будет видно, вот это выпирает часть, но вот я не знаю, как-то вот не очень аккуратно все сделано. Тут два окна какие-то оставили, пластиковые штуки, их прямо там почти загерметизировали. Значит, здесь по окнам тоже все на пластинок стоит. Ну, вот там я вижу вот кусок, вот видите, обратите внимание, вот там про изоляцию, вот уже отверстие похоже, да? Солнце прямо в глаза все отсвечивает. Здесь вроде все нормально. Слушайте, ну, очень плотно. Я считаю, фурнитуру нужно настроить однозначно и пройтись по всему окну. Ну, вот смотрим, здесь аналогичная ситуация. Сейчас я выйду, вы тоже посмотрите с одной стороны, вот она с другой, обратите внимание, вон там просто вот там дырень, о, видно, дырень какая. Мало того, что здесь, так еще вот здесь в стене. Ну, и сверху аналогичная ситуация. Вот смотрите. Посмотрите сами, вот как там они обрезали металл. И здесь. Ну, влага будет туда попадать, как вы считаете? Ну, конечно, да. Конечно, будет. Конечно, да, как в песенке. Вот я считаю, что это минимум должны были сразу закрыть герметиком. Это вообще, в принципе, не проблема. Это нормальные застройщики делают, в принципе, сразу. Ну, здесь все то же самое. Так, о, отлично видно. С одной, а с другой стороны, видите, чуть примыкание получше. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы это было еще лучше. Ну, там видно тоже. Стотан, в принципе, то же самое. То есть я бы требовал, чтобы они там минимум прошли герметиком, минимум. Как следует заполнили, тогда, в принципе, влага не будет попадать. Почему, знаете, вот это плохо? Вот она, парализационная мастика. То есть она пропускает пар, чтобы у вас не было конденсата, когда здесь тепло, а там холодно. Там находится обычная пена монтажная. И она здесь закрыта, вот она, отливом. Соответственно, влага попадает в пену, а пена просто будет впитывать в себя влагу, может потом разрушаться. Ну, и, соответственно, так как она будет, влага отсюда плохо испаряться, может появиться, к примеру, в самом худшем варианте это пенесение. Ну, по эту стену посмотрели. Кстати, по стяжке отмечу, что приборов нет, но на первый взгляд сделано очень качественно. Очень она такая красивая. Демпферную ленту все обрезали, то есть она достаточно плотная. Вот я не знаю, в документах я не видел, есть ли шумоизоляция, обещали ли вам шумоизоляцию. Обещали шумоизоляцию, а что обещали, какая шумоизоляция, не знаете? Я бы у них спросил. Мне даже интересно. Насколько я поняла, что стяжка в этой квартире, исключение из остальных в этом доме. А что с ней не так? Углы трескаются. Вот если попрыгать, люди жаловались, что прям трескаются. Соседи ваши, что трескаются. Но это говорит уже о качестве, сами понимаете. Что если у вас хорошая качественная стяжка, то такого не должно быть ни на углах, ни посередине. Но я здесь пока трещин не вижу. Можно, конечно, поэкспериментировать и попрыгать. Посмотреть, что получится. Подводка снизу. Ну, в принципе, радиаторы достаточно ровно установлены. Также вот здесь расстояние одинаковое. Я так понимаю, потом, когда уже примете, дадут вам крутилочку, чтобы регулировать температуру. Не понимаю, что за радиаторы. А, Пурма. Хорошие радиаторы, кстати. Так, теперь у нас следующее помещение. Это у нас санузь. А, это как раз гардеробная. Гардеробная, кладошка. У них по плану это гардеробная, да? Это гардеробная. Стенки держатся крепко. Там мы уже видели, что есть сетка. Вот здесь тоже, вот видите, вот. Я понимаю, этот блок не нужно, где вертикальные швы, а маза цемента. Вот здесь нет, здесь нет. А здесь зачем-то есть. Для чего они это делают? Ну, вообще, странный подход. Вот здесь я захожу, то же самое. Почему вот это закрыто? То есть, я когда вот это вижу, у меня сразу первая мысль, что они свои косяки скрывают. Вот у меня лично. Ну, и стыки тоже, да? Есть норматив. То есть, я считаю, когда вот здесь строишь, тем более такие деньги. Я считаю, если бы я строил свой дом, это мой дом, хочу дешево делать. Такой, хочу такой. Но я даже у себя буду стараться. Для себя делать хорошо. А здесь я не делаю для людей. Вот это что такое? Вот сюда подойдите, смотрите, Ирина. Ой, Елена. Ирина. Ирина. Ирина, всё. Вот такое ощущение, что сейчас возьмёшь, это вытащишь. Да? Вот оно треснуло, и такое ощущение, что её выдавило. И вот здесь тоже. Вот они его подмазали, чтобы он просто не выпало. Извините. Просто не попало. Вот здесь. Аналогично. То есть, это говорит о качестве самой смеси. Почему так? То есть, это подсохло. Почему выдавило? То есть, вот у меня вот к этому сейчас возникают вопросы. Вот сюда вот так руку положите. Чувствуете разницу между вертикалью этого блока и этого? Тут перепад такой приличный. Конечно. И вот у меня такое ощущение, что вот он вот такой гребульком вот здесь пошёл. На мой глаз что-то вот так пошёл. То есть, вот я здесь чувствую, что вот это тоже выпираю. Следующее помещение. Это у нас самое суперское место. Это у нас ванная. Ванная большая, хорошая. Вентиляция в соседнее помещение. Ну, всё тоже вот. Это мокрая точка. Никто не использует гипс. Ну, никто. Здесь должна быть специализация. Обычная штукатурка. Обычно просто либо клееплиточный бы брали, потому что он влагостойкий, либо, соответственно, цемент. Здесь всё гипсом. Так, и качество, конечно, так себе. Теперь вот здесь... А, это у нас другая. Это у нас другая. Вот то, что, например, я смотрю здесь. Для меня первый вопрос. Вот здесь мы видим противопожарную муфту. Так, камера, фокусируйся. Она стоит наискосок. Что такое противопожарная мухта? Внутри вот в этой штуке, вот видите, такая по серой, сверху идёт зубчиками. Да. Вот на этой большой серой трубе. Там специально идёт порошок от температуры. Он же расширяется и прикрывает трубу. Это если, не дай бог, происходит ЧП, чтобы огонь не смог сюда проникнуть или отсюда. Это всегда делается. Сейчас по нашим последним нормативам. Здесь она сделана наискосок. Она должна крепиться ровно. А здесь они прямо... Такое ощущение, что туда в дырку в муравай. По-другому это не назвать. Это не отверстие. Выше смотрим трубы. Трубы, как вы сказали, они транзитные. То есть тут идёт холодная и горячая вода куда-то там к соседям или ещё куда-то. Выше. Я здесь не... Выше. Хорошо. Я здесь не вижу стаканов. Стаканы должны быть, потому что сам пластик, он получается от температуры расширяется. То есть когда горячая вода дает, он становится шире. Труба может поплыть. Чтобы не было... Чтобы трубу не передавливать, там не разрушалось ничего. Специально ставить металлические стаканы, где проходит эта труба. Я здесь их не вижу. А они должны ещё и выпирать там по нормативу один или два сантиметра положено. То есть я этого не вижу. Причём там ещё металл должен быть определённой толщиной. Гидроизоляция сделана. Пол здесь в уровень со стяжкой. Это может быть, кстати, в проекте. Сейчас во многих смотрю делать проекты по советскими привычным. То есть ванна должна быть чуть ниже. Это рассчитано, что если вдруг вода переливается, то вы успеете отключить, чтобы затопить соседей. Я считаю дурость. И по мне лучше, чтобы тоже было ровно. Потому что когда дети, особенно у вас тоже мелкие бегают, шестилетние, он долбанётся башкой об этом. Не очень бы хотелось. Потому что дети такие, сами знаете. Но вот здесь я тоже, обратите внимание. Вот они пустили сетку. Вот она торчит. Она должна быть закрыта. Она здесь просто открытая. Ну, это, в принципе, я считаю, нарушение. Но не критичное. Потому что всё равно будете... Здесь ванна, соответственно, будет плитка, скорее всего. Или какой-то декоративный элемент. Вот здесь, если смотреть, да. Вот здесь вообще просто дырка. В блоке. Вы же за штукатурить это нормально. 22 миллиона за однушку. У вас же двушка. Да что, у вас деньги есть. Нормально. Перемычку делают сами, я вижу. И она вот здесь чуть, получается, сюда выступает. То есть она по размеру получилась больше. Но это ладно, да. Клеем выровняют за ваш счёт, естественно. Так, идёмте дальше. Вы как хозяйка ведите. Так, а, подождите. Смотрите, что я здесь вижу. Раз вместо два. Ну, слушайте, как-то это... Либо это, знаете, так... Ну, здесь, может быть, когда они... Штрабили. Штрабили. Может быть, это вывалилось, конечно. Ну, вот там, например, мы смотрели, там они не штрабили. Ну, а его, да, вот тоже, видите, вот такое местечко. Ну, это, в принципе, не критично. Вот здесь, например, по бетону смотришь. Здесь нормально. Есть какие-то, да, вот такие кратеры. Ну, вот такие, например, да. Вот они должны, в принципе, уже закрывать цементным раствором. Вот здесь. То есть это всё закрывать. Ну, это не критично. Я бы к этому особо не докапывался. А вот здесь пошли трещины, соответственно, что-то у них здесь пошло не так. Ну, вот я, когда такие места вижу, понимаю, что какой-то косяк. Лучше бы они это бы не заделывали. Потому что мне хочется это расшить и посмотреть, что внутри накосячили. Ну, вот здесь мы тоже видим по коридору. И вот здесь коридор у нас всего лишь метр. Здесь метр плюс ещё штукатурка. Потом уж какое-то покрытие. И от этого метра, то есть, ну, если там по сантиметру даже положат, останется 98. Вот это у нас самая проблемная, да, зона? Да. Так, рассказывайте, какую здесь вы нашли проблему? Изгиб фановой трубы. Вот это красота. Подключение к этой фановой трубы идёт ниже изгиба, что противоречит СНИПам. Это RBI, у которого на первой странице написано, что они работают исключительно по СНИПу. А дом же это, как он, не бизнес-класс, а это элитный премиум, как они его презентуют? Бизнес, элитный, ну, что-то в этом роде. Значит, вот это тоже, что, например, мне здесь не нравится, это то, что вот это есть изгиб. Соответственно, сверху будет там, сколько здесь этажей в этом корпусе? Восемь. Восемь. То есть ещё, получается, шесть этажей, всё будет идти, и не дай бог здесь что-то отвалится, вот этот. Угол, и всё потечёт сюда. Наш стояк является транзитным для других этажей. У других этажей идёт свой отдельный стояк. А у вас, получается, да, 20 века, потому что вот он один, вот он второй, ну, в общем, транзит, конечно. И у первого этажа ниже есть ещё свой стояк. И получается, что здесь они просто не попали в дырку. И вот здесь, если обратить внимание, вот видите, где вот всё это у них выходит? Там видно, что это технологическое отверстие. То есть они когда заливали, вот здесь такой прямоугольник, и потом они его закрыли. Как вы считаете, они закрыли цементным раствором качественно или нет? Нет. Почему некачественно? Неровно или что-нибудь так? Ну, неровно. Некрасиво смотрится, согласны? Вызывает ощущение, как будто это какой-то колхоз. Колхоз самодельный. Потом, вот на моё место встанете, вот сюда подойдите и смотрите на вентиляцию. Да, красота. Нет ощущения, что здесь они заперли строителей, он просто хотел ножкой через стенку, как в фильмах показывают, и с камеры пытался выбраться. Очень похоже. Они там такое ощущение, что ломами, что ли, долбили. Будет и видно или нет, интересно. Так, покрутим камеру. Может быть, будет и видно. Видно, да. Значит, ржавое кольцо говорит нам о том, что была влага, либо они где-то валялись в воде. Тепло-шумоизоляцию, кстати, нормально закрепили. Но самые дешёвые, конечно, трубы. Ну, вот этого тоже не должно быть. На трубах-цементах точно не должно быть. Уверен 100%, что в проекте такого нет. Розетка за землением. Ну, здесь с бетоном аналогично. Да, вот он некрасивый, согласитесь. То есть, я представляю, что новая опалубка, дом элитный, должно быть всё ровненько, красивенько, но немножечко не так, как здесь есть. Также вот у меня вопрос. Я вот смотрю на стенку, вот видите, какое большое здесь, большое технологическое отверстие. Да. Вот за стенкой, потому что следующая квартира. Нет, там арка. Там арка. Там проезд. Поэтому идут изгибы как раз на это же выше. Когда будет холодно, было бы интересно прийти с тепловизором и вот это померить. И будет ли здесь промерзание. Потому что я не знаю, что они там сделают. Я думаю, что вы тоже. А вот здесь такое ощущение, вот если посмотреть, такое ощущение, что это не из бетона выливали дома, а это из плит сделали. И это вот просто их соединение. Да, вот есть такое ощущение, что это просто там какая-то микрощель. Значит, когда, соответственно, перед сдачей квартиры должен проходить технодзор застройщика. И вот они вот обычно так помещают, где какие косяки. Ну, потом это по-нормальному стирают, чтобы это не бросалось в глаза. Потому что когда ты приходишь, видишь вот наскальные ше, не знаю, что это, карабка. Да? Это, наверное, были иностранные специалисты, которые по-русски не очень разговаривают. Какой-то звук странный, честно. Вот, вот это звук бетона. А здесь такое ощущение, что пустота. Может, это у меня костяшки так рисуются. Ну, и здесь видно, что вот как-то она такая вся кривенькая. И здесь вот я смотрю тоже на вентиляцию. Вот обратите внимание. Вот еще, видите, что-то такое торчит. Вот это, видите. Вот, видно в центре кадра торчит что-то. А, отверстия ровные, это что-то они там, то ли провод, это я не понимаю, что это такое торчит. Должно быть это так или нет. Так, и у нас с вами еще одна комната. Видите, видите нас. Значит, здесь у нас проход. И его сразу интересно поменять. Вот видите, тоже написано. М. И они просто здесь заштукатурили криво-косо. Все просто буграми, все на трынде, скажешь, какой-то. Вот реально от РБА и вот такого не ожидаешь, согласны? РБА же как себя позиционирует, что они там крутой, классный застрочник. Ну, 90 сантиметров. Соответственно, дверь, полотно там 80 сюда нормально войдет. Из плюсов, конечно, здесь вот. Видите, они бетон такой. По проекту видно идет. То есть вот сюда нормально встанет, не принятый наличник. А сюда как он встанет? Здесь придется что-то изобретать. Согласны? Наличник. Или подрезать. Ну, вот это комната. Здесь вид на двор. Здесь большое количество. Ну, вот на стенку смотришь, ну, это просто жестко, очень реально. Она кривая, косая. Значит, вот смотришь, да, вот здесь цемент один, здесь другой. То есть они это делали не за один раз. Вот здесь видно, видите, здесь бетон, что они здесь тоже что-то там подравнивали, подмучивали. Здесь зачем-то гипсовой штукатуркой заштукатурили. Блин, как-то это... Причем вот даже на камеру видно, то есть вообще все кривущее. И стенка у меня такое ощущение, что там вот такая немножечко волной здесь идет. А здесь у нас тоже что-то. Что-то отвалится скоро. Что-то. Ну, вот такое ощущение, что там что-то, ну, да? Да. Вентиляция есть. А, у вас здесь еще, получается, квартира без балконов. Да. Вам, наверное, даже повезло. Потому что, когда я посмотрю на фотки, там внутри вот они просто штукатурку накидали. И смотрится этот балкон не как элитного дома или бизнес-класса, а как просто там обычный эконом. Ну, где, кстати, с мастикой вроде получше, да? Я вот такого не вижу, как в тех. Ну, соответственно, у нас приоткрыто. Сам двор. Вот не знаю, будет слышно трансформаторную будку или нет. А двор соответствует рендерам? Да. Соответствует, да? Все как обещали, так и сделали. Молодцы. Слушайте, ну, плитка смотрится красиво. То есть, понятно, земля дорогущая. Соответственно, нужно было сделать и красиво, и все поместить, чтобы прошел проект. А вот здесь ощущение, что прошли герметиком. Да, и здесь. Потому что здесь вентфасад. Вот здесь видно, это такое ощущение, вот видите, базальтовый утеплитель, вот темно-такого, зеленоватого цвета. Это как раз, скорее всего, я полагаю, с лоджи убирают этот утеплитель, чтобы сделать там балкон и лоджи шире. Единственное, что их должно было быть два, но мы разнесли, чтобы вам не создавать неудобства. А с одной трубы сделали этажом выше, а с одной трубы вам. Ну, проектировщики где рассчитали, вот там и сделаем. Нет, мы проектировщики написали, а мы чуть передвинули для того, чтобы было удобно людям, потому что так удобнее зашить. Коридор, конечно, межквартирный, выглядит очень круто, очень. Здесь вот такие места, видно, технологические. Ох ты, как тут сделано это все. Слушайте, молодцы, прикольненько. Даже шкафой задрапировали, то есть сделали под этот цвет стенки. Здесь уютно очень. Двери такие классные, то есть такие дорогие, недешевые. Лифт, обрамление закрыли, чтобы строители не убили. Забрало ровненько установлено. Почти. Сам холл, как смотрится, достаточно красиво. Здесь уже, я понимаю, управляющая компания вот так закрыла, чтобы строители, соответственно, ничего не убили. Здесь большой такой тамбур, штука, вытирать ноги, почтовые ящики сбоку. Слушайте, ну вот сама отделка, вот внешне все смотрится достаточно красиво. Красивый двор, подземный паркинг. Кусты пилят, ровняют. Да, а здесь такое, рядом старое жилье. Не влезай, убьет, красавчики. О, пойдемте посмотрим, интересно. Слушайте, ну внешний фасад смотрится красиво. Здесь даже вот они так озеленее не сделали, прикольно. Вот бетон как зашлифовали, хорошо. А ну вот, да, мокрый фасад технология. Так, мусоросборочная камера у вас получается вот с закрытыми дверьми. Здесь вообще какая-то кладовка. Очень крутые ступени, но здесь есть плитка. Вот здесь сразу такое ощущение, что чего-то не хватает в полу. А, это просто сетка. Сетка и здесь уже все зажавело. Сюда понимаешь, что вода уходит. Так, здесь закрыто, это паркинг. Ну, вроде так ничего смотрится. Технический блок. Вот тут все открыто. Надо будет сюда зайти, здесь что-то совсем уже другой вид. Не элитный запашок эконома. Слушайте, фасад смотрится, ну, вот, хорошо сделали, красиво. О, здесь такая гравийная крошечка засыпали. Ну, понятно. А, слушайте, вот, да-да-да-да-да, я вот это видел на фото у них. Слушайте, красавчики. Красавчики. Песок есть. Вот это, прыгалку поставили. Слушайте, вообще суперски. И смотрится красиво, кстати, фасад. Фасад мне нравится. Даже вот открытые балконы есть. Это огромный плюс. Такие мансардные этажи, большие окна. Видите, для защиты сделано у нас панорамативу положено. Они здесь сделали вот так стеклом, понимаю, каленым. Ну, смотрится красиво. Труба водосточная, так по старинке. Слушайте, ну, по-богатому, да. Ну, заходишь вовнутрь и видишь всю внутрянку объекта. И возникают вопросы. Обещали, так и сделали. По идее, вода должна быть. Может быть, перекрыли. Кумпан. Да. Оборудование не из дешевых. Но по мне только странно, что они вот здесь не сделали проход, потому что все равно будут через эти кусты все ходить. Скамейки, освещение. Ну, так все достаточно по уму сделано. Небольшая дворовая территория. Ну, слушайте, классно, молодцы. Мне нравится. Вот это все подрастет. Корой засыпали. То есть красиво все смотрится. Молодцы. Внешне самое приличное здание. Ну, церковь, конечно, видна. Еще в шаговой доступности. Я так понимаю, с последних этажей это одно из самых высоких. Получается, здесь здание. Здесь вид, конечно, хороший. Жилой комплекс Балконский. Дом построен в 22-м году компанией RBI. Проект дома создан архитектурной мастерской проектная культура. Красивые дома меняют к лучшему среду обитания, а качественная среда обитания меняет к лучшему человека. Эдуард Тектинский. Президент группы RBI. И с правой стороны от этой таблички мы видим остатки фасада. Вот такие лестницы. Отбитые углы. И отсутствие декоративных накладок. Вот на этих элементах, где видно теплоизоляция. Фасад красивый. Все супер. Но есть, конечно, здесь такие места, как, например, вот здесь они подрезали гранитный фасад. Не очень ровно. Вот здесь мы увидим следы сварки уже ржавчины. На этих откидных воротах. Здесь аналогично. Тут грязь какая-то. Когда ты смотришь, хоть плиты держатся нормально. Ну, тут тоже какой-то перепад. Когда покупаешь дорогой объект, то хочешь, чтобы он был весь новый и красивый. На вторую приемку квартиры меня пригласила собственница Ирина, которая здесь приобрела квартиру с супругом своим сыном. Ждут они еще второго ребенка. Пополнение, конечно, понимая, хотели уже начать делать ремонт, переехать в квартиру. Говорили о том, что ходили на других объектах, там все было ровно и красиво. И то, что они не увидели, они, конечно, этого все не ждали. Ну, это, в принципе, сама сказала в своей квартире. Но вы, конечно, друзья, тоже дайте оценку, как вам понравилось снаружи и как вам понравилось внутри с данного объекта. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на это видео и оставьте свой комментарий. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok